Значит, давайте закончим тогда с дженой. Значит, мы посмотрели про API, который предоставляет джена для работы с RDF. В принципе, ничего сложного. Загрузить модель, выгрузить модель в разные форматы, сделать простые запросы, добавить сущности, удалить сущности. То есть стандартные операции по джену, по менеджменту базы знаний. Все манипуляции, которые можно делать с помощью такого простого интерфейса, это, по сути, сводится к тому, чтобы перебрать сущности. То есть те отношения, вернее, отношения, которые есть, потому что в отношениях есть предопределенный набор сущностей. То есть субъект, отношения и объект. Отношения. Более сложный API. Это API, построенный на антологиях. То есть если вы описываете вашу базу знаний в виде ОВЛ-антологии, по аналогии с тем, как мы это на примере с требованиями, анализом требований производили, то в этом случае вам доступен более расширенный набор API. Здесь рассматриваются два вида антологии. Это RDFS и ОВЛ. RDFS – это антология, позволяющая строить иерархические отношения. Animal – это животное является под видом организма, рыба – это под вид животного. Млекопитающие тоже под вид животного. То есть такого рода иерархии можно строить. И более сложные – это отношения, построенные на ОВЛ, то есть с некоторыми типизацией, с наследованием, где можно уже, соответственно, базу знаний строить с использованием подобных сущностей. То есть не только субъект, отношения объект, но и, например, субъект, класс, класс субъекта, подкласс и так далее. То есть построение уже более сложных отношений, например, ну, как вот примеры приводил, да, с транспортными средствами. То есть разные виды транспортных средств имеют много общего, но при этом имеют много своих собственных частностей. Соответственно, у вас будет общий класс транспортных средств, которые будут обладать набором отношений. И у вас есть подчиненные, вернее, производные от этого класса классы, например, велосипед, машины, у которых у самих могут быть свои собственные наборы отношений, и к этим отношениям есть свои собственные экземпляры, экземпляры велосипеда, экземпляры автомобиля, сами автомобили тоже могут как-то ветвиться, легковые, грузовые и так далее. То есть такого рода антологии строятся уже с помощью VL. Есть, соответственно, некоторые API, которые позволяют вам делать запросы, создавать объекты с использованием уже таких сущностей. В целом тут показано, что модель антологическая настроится на основе, в основе лежит все равно RDF Graph, плюс некоторый движок вывода, который позволяет вам обращаться по API как к некоторой антологической модели и транслировать эти запросы к обычным запросам к RDF Graph. То есть это своего рода такая настройка, которая тем не менее помогает вам существенно упростить жизнь при создании базы знаний. В самом RDF OVL просто описывается как некоторый дополнительный стиль в вашем документе, если мы говорим об XML. Внутри самой Java, когда вы работаете с этим фреймворком Джена, вы можете, например, просто получить, как через обычный RDF API, получить некоторый ресурс. Если вы знаете, что он относится к ресурсу типа антологии, то вы можете, соответственно, его преобразовать к некоторому уже специальному классу, описывающему антологию. То есть, соответственно, по нему уже получать дополнительную информацию по тем отношениям, которые заложены в модель данных OVL. Тут для примера просто приводятся тоже антологии. То есть есть события, которые, соответственно, есть просто события, есть организованные события, есть академическое событие. Соответственно, каждый из них является под видом предыдущего. То есть, эвент – это наиболее общий класс. Организованный эвент – это его подкласс, у которого есть дополнительное свойство, такое, как некоторый журнал или протокол этого события. При этом это отношение, а есть еще, соответственно, другая сущность – это некоторый протокол, который является под видом артефакта. При этом есть еще другие артефакты, такие как программа, такие как постер и так далее. То есть, например, к академическим событиям, может быть, уже будут дополнительные отношения. Ну, такой пример простой класса, и вот как с ним можно работать. То есть создается модель антологическая, которая, соответственно, ну, есть просто тип, соответственно, есть несколько типов моделей. Тоже эту модель можно загрузить, ее можно сохранить. Значит, есть, можно задавать типы, где хранить, к какому диалекту, соответственно, это относится. Вот. И, в принципе, дальше можно просто использовать вот эти запросы, да. То есть, по сути, вы работаете с этим с API, как с некоторой антологией. То есть, можете смотреть классы, подклассы. А, соответственно, вся фрейморк GEN уже преобразует ваши запросы к некоторым, через некоторую прослойку, да, преобразует уже к запросам к RDF-графам. При этом дополнительно еще позволяет вам строить некоторые, ну, объединения антологий. То есть, например, из разных источников, что-то с VikiData, что-то с вашей компанией, например, какая-то своя собственная антология. Да, можно все это объединять и, соответственно, строить общие запросы к такого рода базам знаний, то есть, являющимся объединением. При этом, каждую из этих баз знаний, вам не обязательно ее физически мержить. Вы можете работать с ними, как с некоторыми отдельными сущностями, при этом делать общие запросы на вот этой общей антологии. То есть, сохранять, с одной стороны, изолированность. С другой стороны, когда вам нужно получить ответ на вопрос, использовать сразу несколько таких баз знаний. Тоже такой набор инструментов, которые есть в этом фреймворке, в этом API. Ну, мы не будем, конечно, все детально изучать. Есть, ну, какие, например, задачки можно решать, да, например, можно найти, попытаться некоторые транзитивные отношения, то есть, понять некоторые отношения. То есть, у вас есть некоторая иерархия, да, белыми стрелочками, да. Вы можете, например, в простейшем случае найти просто, что D связано с B, да. Вы можете просто найти, что для D, с D связаны и B и C, да, то есть, попытаться найти все. То есть, найти одно, найти все, попытаться найти какой-то связь, да, между D, например, и things, да, или получить все подклассы вида things. То есть, такого рода запросы можно выполнять к пазе знаний. В том числе, можно всегда просто перебирать их. А, в принципе, все то же самое, что для RDF, только вы можете еще работать и с сущностями антологии. Что еще можно здесь добавить? Ну, тут есть какие-то свойства уже, как с ними работать. Не будем детально на этом останавливаться. То есть, если когда-нибудь вы с этим столкнетесь, то, соответственно, сможете детально погрузиться в документацию, поизучать API, посмотреть примеры и, соответственно, решить ту задачу, которую вам нужно решить. И последнее, что еще есть в GEN, да, это различные движки, то есть, поддержка движков вывода логического. Значит, есть как классические. Ну, общий подход тут у них одинаковый, независимо от того, что вы будете использовать, какой движок, каких задач, да, есть некоторые. Ну, это стандартная вещь для всех Java Framework, что есть некоторый инструмент по созданию интерфейса, да, то есть, некоторого инстанца по работе, то есть, движка. В этот движок можно загрузить данные, вернее, загрузить базу знаний. Можно сделать инстанц этой базы знаний, то есть, вы можете иметь некоторый частовой экземпляр базы знаний, да, и какой-то рабочий экземпляр. Соответственно, все модификации делать в рабочем экземпляре, да, и при необходимости всегда сбрасываться к исходному. Вот, соответственно, есть предопределенный набор движков логического вывода у каждого в своей задаче. Соответственно, все это можно связать, то есть, грубо говоря, вы, получив, задав движок, да, задав базу знаний, вы получаете некоторую модель. Создавая экземпляр этой модели, вы можете дальше с ней работать, то есть, делать в ней запросы, добавлять, что-то удалять из нее. Работа при необходимости вернуться всегда назад, создать просто новый экземпляр. Ваши исходные модели знаний. Есть целый набор движков логического вывода. Это движки, которые позволяют вам искать связи между различными. То есть, у вас есть цепочка отношений. Соответственно, вы можете, используя паналоги с прологом, вы можете использовать такие движки для того, чтобы находить некоторые цепочки связей между сущностями. Есть RDFS-правила, то есть, тоже некоторая попытка уже описать, как вам обходить графы. Есть отдельные движки по логическому выводу на антологиях, когда вам нужно искать классы, подклассы, то есть, работать с такого рода множествами. И есть еще row-based reasons. Это примерно то, что в Drolse было. То есть, когда вы можете описывать правила «если то» на вашей базе знаний. И, соответственно, движки, которые позволяют вам делать логический вывод на таких правилах. То есть, это то, что мы вот в Drolse рассматривали. То есть, классические экспертные системы, где вы можете описывать экспертные знания в виде «если то». взять правила судовождения, как в примере с умным кораблем IBM, который мы с вами в самом начале рассматривали, где они взяли правила судовождения и использовали для того, чтобы заложить вот такой искусственный интеллект, который принимает решения в каждый конкретный момент времени. То есть, своего рода, тоже движки логического вывода здесь присутствуют. Значит, они все точно так же, с ними идет работа, как и с остальными сущностями этого фреймворка. То есть, вы создаете некоторую модель. В этой модели вы для нее создаете некоторую модель вашего движка. В данном случае RDS-модель, где вы можете описывать некоторые правила. Например, получение ресурса. Вы можете описать, как это выглядит. Это просто правило. И к нему создать некоторый движок логического вывода на основе правил. Загрузить в него некоторые правила. Сейчас попробуем найти какой-нибудь пример. Если он тут есть. Ничего тут нет, но не важно. В общем, описание на вот этом RDS-ру формате. Описать это правило. Загрузить его. И, соответственно, применить для того, чтобы получить некоторый результат. Соответственно, есть, вводится некоторый набор вариантов, что можно сделать. Самое простое – это просто провалидировать схему. То есть, правильно-неправильно составлено. Попытаться найти некоторые отношения. Прямые, непрямые. То есть, например, вот у вас был исходный граф. Найти отношения, что D связано с A через B. Тоже своего рода некоторый логический вывод. Что-то нечто похожее мы с вами вдруг все рассматривали. Когда пытались построить маршрут между сегментами, если помните. Что еще можно попытаться? Какие-то производные найти. То есть, например, правило. То есть, какой-то свой синтаксис. Как это можно описать. И, соответственно, это то, что касается RDFS. Есть то же самое по OVL. Свой синтаксис. Свои наборы правил, которые вы можете использовать. Тоже какие-то тут свои причуды. Как их описывать. Свои инструкции. Но, тем не менее, все эти правила, они стандартизированы по своим форматам. Поэтому, научившись один раз, вы можете использовать разный продукт. Не только GEN. GEN – это просто продукт, который поддерживает все эти стандарты. И вот, что тоже нам очень интересно с точки зрения системы принятия решения. Это движки по логическому выводу на основе правил. То, что мы до сих пор рассматривали. То есть, если то. Очень похоже на то, что мы вдруг все видели. Но только свой своеобразный синтаксис. Тоже нужно его изучать. Это, видимо, у вас левая часть правила. Это правая часть. То есть, если вот это, то будет вот это. Не случайно я вам сказал, что очень похоже на провок. Если помните, там тоже было примерно так же. У вас через запятую описывались правила через И. Через точку запятой. Или были разные квантификаторы. Не, для всех. И так далее. Здесь примерно то же самое. То есть, вы можете описывать наборы условий и что сделать. Вот. Ну, здесь больше идет. Скорее, видите, вы создаете некоторые новые отношения. Ну, в том числе, видите, можно и какие-то служебные вызовы делать. Не знаю, Java это вызовы или не Java. Это нужно, конечно, уже погружаться глубже в этот фреймворк. Вот. Но, тем не менее, примерно та же самая функциональность, что есть и в Druze. Вот. Только вы можете работать уже с некоторой стандартизированной базой знаний, а не с той, которую вы в Druze опишите. Соответственно, поддержка есть движка RETE, алгоритма, который мы с вами рассматривали. Есть другие. То есть, это forward-chaining rule, когда вы применяете правила, то есть, производя некоторую фильтрацию. Есть еще обратный вывод логический, который не связан с RETE. Он позволяет вам ответить на вопрос, вот для того, чтобы мне сделать вот это, какие условия должны быть выполнены. Соответственно, он вам выдаст, какие триплеты должны быть в вашем графе, который описывает какие-то конкретные отношения, конкретные действия, конкретные условия для того, чтобы можно было выполнить это действие. Это похоже немножко на провок, где можно было задавать различные вопросы. Есть гибридный движок, который, по-моему, в Druze тоже реализован. Детально уже не будем на нем устанавливаться. Ну и, соответственно, всегда можно написать еще свой движок вывода логического, какой вам захочется. Вот, наверное, все, что можно сказать про Джену. То есть, довольно интересно поковыряться здесь. Я сам пока не пользовался им, но, тем не менее, выглядит достаточно интересно. В первую очередь, за счет того, что… Можно вопрос задать, извините. По поводу триплета, можете повторить или напомнить, почему именно триплет? Ну, это самый простейший способ описания. То есть, меньше триплета вам уже недостаточно. То есть, вам недостаточно двух сущностей, чтобы описать. А, но я имел в виду, что больше можно будет. Больше можно, да. И в том числе есть форматы у RDF, которые позволяют вам N-плеты описывать. То есть, грубо говоря, если у вас есть какой-то ресурс и много разных свойств, то вы можете описать ресурс и сразу перечислить свойства, не описывая отдельными триплетами, что Джон Смит имеет такой full name, Джон Смит name – это Джон, Джон Смит family – это family и так далее. То есть, это такая, скажем так, минимальная структура данных, которая необходима для описания знаний. Все, все. Я понял. Спасибо. Вот. Ну, наверное, это все, что можно стоит вообще говорить про логические. Ну, понятно, что там, на самом деле, сюда нырять, там много чего будет. По тем же семантическим сетям. Там сейчас огромное количество публикаций. Это и то, как такие сети строить. То есть, в первую очередь, вам нужно как-то базу знаний составить. Представьте себе, что люди будут сидеть и это делают, как на Викидате. Можно только для каких-то очень глобальных проектов. Вот. Если речь идет о каких-то коммерческих продуктах, то, конечно, главный вопрос – как такую базу знаний составить. Частично мы это посмотрели на примере работы с требованиями, где строился некоторый конвейер по обработке текстовой информации. И оттуда извлекались эти данные, и на основе этих данных строилась база знаний. Ну, в данном случае, там, на прологе, но точно так же можно построить базу знаний на RDF. Проблем с этим нет. Вот. То есть, это тоже целая индустрия, как такие базы знаний составлять. Вот. Кроме того, есть целые трактаты про то, как моделировать различные, скажем так, системы, да, на основе таких вот формально-логических идей. Вот. У меня была идея, там, рассказать вам еще про, немного про бототехники. То есть, сейчас очень популярное направление – это моделирование личности. То есть, ну, в первую очередь, это в образовании, в уходе за людьми. То есть, там, для обучения детей, например, создавать искусственных помощников, которые помогают им учиться. Ну, там, просто про помощников, там, типа Алисы, Сири и так далее все знают. Тоже это целый океан, там, знаний того, как с этим работать. Ну, в частности, там, одна из диссертаций, которую я вам хотел рассказать, но не будем уже не останавливаться, где, например, используется там идея из фронт-энда каскадных стилей, наследования для того, может пописывать разные типы характеров робота, да, и, соответственно, динамически переключаться между ними в зависимости от происходящего вокруг. То есть, на самом деле, тут огромный потенциал для творчества, да, вот, зная, как вообще строятся базы знаний, где взять информацию, нам на той же вивеки дате можно информацию взять, да, по некоторую базу знаний, и чтобы некоторое начальное состояние вашего искусственного интеллекта, да, до того, как он наберет свой собственный опыт, заложить у него. Вот, зная вот эти простые вещи, зная, какие фреймворки есть, как их организовать в виде сервисов, дальше уже вы начинаете заниматься непосредственно инжинирингом, то есть решать вашу конкретную задачу. Там, если вы там робота разрабатываете, то вы думаете, как вот смоделировать. То есть лезете там в психологию, смотрите, какие вообще типы личности бывают, там в той диссертации очень подробно про это описывается, что есть разные модели поведения у наставников. Это может быть там и разрешительный, там и иронический вид, да, то есть когда он приказывает разрешительный, когда он просто советует, то есть разные варианты, каждый ребенок уникален, кому-то один подходит вариант, кому-то другой, то есть как собирать информацию ребенке, как он реагирует на ваше воздействие и как автоматически подстраиваться, чтобы максимально, оптимально, приятно проводить обучение. Вот, ну это не только в обучении, точно так же и уход за людьми, да, те, кто с ограниченными возможностями тоже. Не всегда можно поставить человека, чтобы с ним кто-то поговорил, да, тоже стараются разрабатывать сейчас, ну, по крайней мере, особенно в Японии очень любят такую тему. Это и различные чат-боты, которые тоже, используя базу знаний, позволяют, ну, как пытаются с вами как-то общаться. Понятно, что там не только формально-логический подход, там целый куст всего, что только можно. Вот, ну, основу таких систем, как правило, представляют именно базы знаний, то есть чтобы вести какую-то беседу, нужно обладать некоторыми знаниями. Чтобы обладать этими знаниями, нужно, соответственно, где-то эти знания брать. Вот как раз то, о чем мы с вами говорили, да, это представление знаний, плюс такой вот немножко наивный подход к логическому выводу на основе «если то». Наивный, потому что очень сложные системы тяжело описываются с помощью правил, потому что правила начинают приходить конфликты, нужно разбираться с тем, какое правило важнее, какое менее важное. То есть начинается огромное количество ручной работы, которое достаточно тяжело дается. Вот, ну, в любом случае это проще, чем, например, писать такую же программу прямо на процедурном языке, да, там на функциональном языке. То есть в любом случае это некоторая надстройка, но даже она не исправляется часто. Вот поэтому есть еще целое направление, связанное с автоматическим обучением, правилом, когда вам даются некоторые базы прецедентов, база некоторых событий со всеми исходными данными, как принималось решение, человеком, например, то есть обоснованное принятие решений. И, соответственно, правила извлекаются из вот этих вот примеров, вот, что является там альтернативным вариантом к тому, чтобы, например, брать какие-то правила, например, у нас системы с требованиями было, где брались требования, да, из них извлекались некоторые правила. Вернее, правила используя того, чтобы проверять правила. Вот. То есть тоже можно правила извлекать из некоторого текста в описании, да, там взять справочник по судовождению, распарсить его, пытаться выделить там сущности, попробовать тоже составить некоторые правила действия. Хотя вот тоже, наверное, если бы я был пассажиром автономного судна, я бы, наверное, испугался бы, если бы никто эти правила потом не проверил. Вот. Поэтому логическое, формально-логическое подход есть свои достоинства, да, это понятность, обоснованность, вот, но есть свои недостатки. То есть с ростом сложности системы довольно тяжело ее проектировать. Вот. Ну, другой вопрос, что, возможно, ее, в принципе, тяжело проектировать. Вот. Ну, это вот сейчас такая, скажем, текущая ситуация в том, что касается формально-логического подхода. Значит, наверное, на этом мы пока закончим с символистами. Наверное, вам будет пока достаточно такой информации общего характера, чтобы уже дальше при необходимости в эту тему угугляться. Вот. И дальше мы с вами двинемся, ну, я бы так сказал, что это усложнение формально-логического подхода будет в первую очередь. То есть, когда к логике будет добавляться еще некоторая вероятность. Вот. Но, наверное, мы это начнем обсуждать после перерыва и, наверное, еще захватим следующую лекцию. Сейчас давайте сделаем перерыв. Субтитры создавал DimaTorzok